Самоизоляция Самоизоляция – лучшее время для тех дел, которые мы отложили в долгий ящик. Уверена, у многих из нас там лежит изучение иностранного языка. Тогда давайте достанем его вместе. Сейчас у нас есть безграничные возможности для этого. Курсы, книги, приложения, ресурсы для общения с носителями языка. Казалось бы, учи и не хочу, но почему-то даже когда есть, стремление добиться желаемого результата не получается. Многим мешают заблуждения, сформированные со школьных времен, например. Учить язык невероятно тяжело. Между прочим, русский – один из самых сложных языков в мире. А вы его уже знаете, так что выучить, например, английский вам будет куда проще, чем американцу заговорить на великом и могучем. Но тут подстерегает еще один миф. Взрослые обучаются далеко не так хорошо, как дети. Они, конечно, схватывают некоторые моменты быстрее, но у взрослых свои преимущества – умение читать и писать, доступ к разным источникам информации и, главное, осознанная мотивация. Но даже после этого можно махнуть рукой, сказав. Здесь главная не длительность занятий, а их регулярность. Если вы будете посвящать этому даже 10 минут в день, но 5 раз в неделю, результат не заставит себя ждать. Когда главные мифы развеяны, можно приступать к делу. Чтобы быстрее запомнить слова, ознакомьтесь с их происхождением. Например, некоторые дни недели на английском связаны с именами богов, как суббота – день Сатурна, а пятница – день Фрея. Ну а некоторые с космосом, как воскресенье – день Солнца, а понедельник – день Луны. Чтобы словарный запас рос, пишите сочинения на темы, которые близки вам, рассказывайте о своих хобби, семье, вспоминайте истории из детства. Пользуйтесь переводчиком или онлайн-словарем, чтобы вспомнить забытые слова или выучить новые. Слушайте аудиокниги. Вы это можете делать, параллельно занимаясь чем-то другим. Удобно, убьете сразу двух зайцев. Начать можно с простых рассказов. Это поможет вам легче воспринимать беглую иностранную речь. Устройте с друзьями иностранный день, общайтесь исключительно на языке, который сейчас учите. В режиме самоизоляции можете делать это через соцсети. Ну а теперь напишем диктант. Для этого не обязательно нужен учитель. Можете найти аудиоварианты текстов в интернете на специализированных сайтах. Они разбиты по уровням сложности. Брэнда любила песню, потому что это было легко, чтобы вспомнить эти слова. Способов изучения языка есть еще множество. Главное поставить перед собой четкую цель и ответить на вопрос. Для чего мне это нужно? Для путешествий, просмотра, любимых фильмов в оригинале или общения. И самое главное, не будьте идеалистами, ведь ошибки это нормально. И как известно, их не совершает только тот, кто ничего не делает. Good luck! Екатерина Серегина и Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин